Сегодня я снимаю видео о том, как продавать на ebay. И я хотела бы сказать, что я продаю на ebay по Америке, живу в Америке, и я не знаю ничего о том, как продавать в других странах. Например, если вы живёте в Украине, в России, я не знаю, если там есть такой веб-сайт. Хотя я покупала из России книги по ebay, так что, может быть, вам тоже можно продавать. Но я тонкости об этом не знаю, так что могу дать вам неправильный совет, если вы будете что-то спрашивать. Ещё хочу сказать, что если вы начинающий и только хотели бы продать, то для новых аккаунтов даётся только 10 вещей. То есть у вас только есть право 10 объявлений. Это для начинающих. И когда вы, например, продадите что-то и отошлёте, вам покупатель оставит позитивный отзыв, и у вас не будет никаких проблем, и может быть случится это несколько раз, тогда вы можете позвонить в ebay, и вам продлят, просто умножат, сколько вы можете ставить объявлений. Например, было 10, потом сделают 20, потом могут сделать 50 и так далее. Также, когда я начинала, тоже об этом не знала, я думала, ну как, когда я начинала, я многое тоже не продавала вещей, но было только лимит 10, и так постепенно-постепенно они мне давали больше и больше. Так, конечно, вы не думайте, что сразу будет у вас много денег, и вы многое сделаете продаж, так как есть ограничения в этом. Также я сейчас перейду на компьютер и вам буду показывать, как открыть аккаунт, как поставить объявление на ebay. И, может быть, если бы это будет длинное видео, может быть, я сделаю две части, а потом некоторые другие видео могу ещё делать, если будут какие-то вопросы. Что ещё? Что для этого надо? Компьютер, интернет, чтобы продавать, хотя некоторые, даже не имея компьютера, используют смартфон, как айфон, и просто фотографируют, и используют приложение ebay, и так этим продают, этим образом продают. Просто мне легче через компьютер, но я, например, фотографии, например, вещи, которые я продаю, фотографии делаю по телефону и загружаю на компьютер. Также у меня, я использую ещё весы, и я ещё использую принтер, но это можно пока не иметь, можно... Принтер я использую для того, чтобы принтовать доставку, оплаченную доставку уже с адресом принтовать для коробки. Но это можно дома не делать, можно просто на почте покупать доставку. Вот. Так я надеюсь, что это видео вам поможет в чём-то начать продавать или просто для интереса. Значит, как продавать на ebay? Это... Идём на страницу ebay.com И сейчас, наверное, я сделаю страницу больше, чтобы вам было виднее. Окей. Значит, для тех, кто никогда не продавал на ebay, надо будет зарегистрироваться. Но те, которые покупали уже на ebay, то вы, наверное, уже зарегистрированы. Тогда вы можете просто нажать sign in. И вот здесь нажимаю register. И вот здесь... Если кто уже покупал, у вас уже есть и email, и password. Тогда вы можете немножко прокрутить вперёд. Нажимаем register. И ещё раз напоминаю, что это веб-сайт продавать в Америке, по Америке, американский веб-сайт. Так что, если вы смотрите это видео, и вы живёте в другой стране, то для вас будет, наверное, немножко по-другому. Может быть, даже и одинаковое, но, конечно, просто, чтобы вы знали, что... Короче, актуально это видео для тех, кто живёт в Америке. Я бы так сказала. Ну, тогда будем регистрироваться. Тут очень легко. Ну, просто занимает, конечно, время регистрироваться. Выбираем пас... Короче... Выбираем паспорт и... Записали имейл и выбираем паспорт. Вот. Значит, я... Значит, зашёл... Вот, теперь я уже зарегистрирована. Нажимаем на... Sell. И... Здесь... Дальше страничка. У меня страна United States. Я выберу... Америку. Но также... Как вы видите, если у вас... Есть ваша страна тут. Я надеюсь... Ну, как я вам говорила, не продавала в России. Скорее, что у вас что есть. Да, вот. Russian Federation. Это Россия. И также Украина есть. Так вот. Вот. Это для вас, да. Надеюсь, вам это видео тоже будет полезно, потому что веб-сайт же всё-таки одинаковый. И... Скорее всего, что правила по пересылке или правила... Некоторые будут другие. Разные... Разные... Странные, разные правила. Разные законы. Окей. Значит, здесь... Пишите свой адрес и телефон. Окей. Идем дальше. Значит... Здесь... Будем искать, что вы продаете. Например... Я, например, буду продавать Tinker Toy. Здесь я написал Tinker Toy Lot. Значит... И высветили все те объявления, у кого уже кто-то... И кто-то уже продает. Значит... Очень много людей продают. И тут написано так же Sell One Life Day. Значит... Продает такой же, как и это. И я нажимаю... Да, я хочу продать такой же. Здесь уже used, потому что БУ... Игрушки БУ. Дальше... Новая страничка. Значит... Пишем по-английски Tinker Toy Lot. Good Instructions. У меня нету Instructions. Значит... Я пишу здесь Tinker Toy Lot. Например, у меня 200 pieces. 200 штучек. Еще можно писать Good Condition. Потом... Дальше идем. Фотографии надо обязательно поставить. Сфотографируйте вашу вещь, которую вы продаете. Значит... У меня... 4 фотографии. Загружаем фотографии. Здесь... Сюда... Здесь можно... 12 фотографий. Чем больше фотографий, тем покупатель, скорее всего, купит именно вашу вещь, что вы продаете. Потому что для покупателя очень важно знать, что это именно и в каком состоянии. Иногда можно сделать фотографии и поблизости, и подальше. Так что... Ну, мне 4 фотографий, я думаю, хватит. Окей. Теперь идем дальше. Здесь можно еще выбрать, какой возраст игрушки. Но самая главная деталь есть. это used и называется tinker toy. Потом здесь обязательно написать description, это что это такое, и обозначить, что вы продаете, и если что-то или поломано, или что-то не так с вещью, обязательно надо сообщить, чтобы покупатель признал, что именно он покупает. Ну, я вот пишу tinker toy, ой, tinker toy lot 200 pieces. Опять повторяю эти слова, которые писала в заглавии. Также пишу еще no broken pieces, это значит, что нету ничего поломанного. Также можно еще что-то еще добавить. дальше написать еще много всего. Например, если у вас одна вещь, то какого размера, также можно написать цвет. Конечно, сильно большую историю лучше не писать, потому что покупатель обычно долго не хочет читать. А идем дальше. Значит, насчет цены здесь можно action или buy it now. Я обычно выбираю buy it now, потому что акция action только на несколько дней, например, сам больше 7-10 дней и не всегда люди добивают, ставят цену, которую я бы хотела продать. А когда есть только опция выбрать купить сейчас buy it now, то тогда они цену не меняют и тогда лучше все продается под той цене, например, которую я хочу. Значит, выбираю buy it now. Дальше здесь пересылка. вам тут уже как бы дали как бы recommended recommendation. Значит, я взвесила коробку и там было 10 pound и здесь меня значит вот если, у вас нету весов, таких почтовых весов, если у вас нету, то у вас может быть дома есть весы, которые взвешивают здесь ну вы сами, например. Можно такие весы тоже использовать. это размер коробки, смерть размер и также выбрать сколько чтобы покупатель заплатил. Если priority mail можно также выбрать. Вот priority mail здесь уже выбран для меня, но здесь можно выбрать другие доставки FedEx, UPS например USPS ground может быть дешевле, а может быть и нет. Вот с 12 долларов до 38 какая разница. Ну например я выберу вот parcel select а parcel select ground потому что оно дешевле не 12 долларов а 9 долларов. также можно выбрать любую сумму как вы хотите например я думаю например посылка стоит переслать 15 долларов пишу 15 долларов. также можно бесплатно пересылку сделать то есть покупателю дать бесплатную пересылку обычно это делаю если вдруг я знаю что мне будет очень дешево например я пересылаю что-то очень маленькое и очень легкое я знаю что first class будет и это обычно 3 доллара обычно я делаю бесплатно тогда когда я ставлю цену на вещь я просто добавляю этот же доллар в ту цену и бывает покупатель покупает именно мою вещь потому что у меня бесплатно пересылка просто такой трюк окей идем дальше вот еще выбор есть local pickup это если вы хотите чтобы к вам приехали и забрали у вас без пересылки просто они выбирают к вам приехать и забрать у вас эту вещь вот значит дальше я проверила все вроде все правильно можно конечно больше добавить description здесь можно добавить какие-то другие детали я могу добавлять могу не добавлять просто как хочу потом что еще вроде ничего не пропустила здесь написано значит здесь написано что оно будет продаваться пока не продастся вот внизу продается пока не продастся или пока вы не снимите объявления вот что вы знали что когда вы поставите на продажу что ваша вещь будет продаваться и что вы не забыли про нее например вы поставили что на продажу что то не продаваться да например вы поставили что на продажу и не забудьте что вы продаете проверяйте ваш аккаунт и ваш имел потому что будет сообщение что что продалось дальше здесь написано что надо также сделать paypal аккаунт это значит вот у меня высочилась такая страничка это значит что если что-то продаться куда вам платить деньги paypal аккаунт это отдельная компания по которой перечисляются деньги чтобы использовать и продавать обязательно нужно иметь регистрацию на paypal значит sign up нажимаете чтобы зарегистрироваться если вдруг у вас уже есть paypal регистрация то можете использовать вот ваш ваш аккаунт который у вас есть если вы новый пользователь вот выбираем personal account идем дальше вам нужно заполнить имя фамилию имейл и также пасфоль сделать так так Идем дальше. Это адрес и телефон. Кстати, это не моя информация, так что не думайте, что вы ко мне приедете в гости. Или позвоните по телефону, потому что это не настоящая информация. Просто делаю для видео как бы экземпляр. Дальше. Get started. Все действительно очень легко. Все, здесь вам нужно будет использовать вашу кредитную карточку и дебет-карт. Всю информацию заведете, всю информацию и линк-карт. Хорошо, так, здесь, ну, как бы все понятно. А после того, как вы сделали аккаунт на PayPal, здесь у вас высветится, что оно подключено. И тогда уже можно будет listed, то есть поставить на продажу. Вдруг, если вы хотите еще добавить фотографии или что, то даже можно нажать на Save and Exit. Это значит, что попозже можно вернуться и работать над вашим объявлением. Ну, я надеюсь, что это видео вам было понятно. Не так сложно, я думаю, это не так сложно это все разобраться и продавать на eBay. Главное, что вы правду пишите. Я знаю, многие-многие продают на eBay и как бы хотят обмануть людей. И это, я считаю, что неправильно. Потому что, например, ты покупаешь что-то, и человек тебе что-то такое написано вроде одно, а получаешь по почте другое, и тогда получается, что они жалуются, и тебе надо возвращать эту вещь, или наоборот. Вот как продавец я встречалась с некоторыми обманщиками, даже покупателями. И хорошо, что eBay борется за продавцов тоже, не только за покупателей. И если вдруг у вас будут какие-то проблемы, то всегда можно позвонить в eBay или сообщить по e-mail, если у вас какой-то покупатель попался, который хочет вас обмануть, или что часто они получали посылку, и мне говорили, что я не получил посылку, и хотели, чтобы я вернула им деньги. И также оставить себе вещь. А я точно знаю, что они получили, потому что было подтверждение через почту. Ну так вот, разные бывают проблемы. Ну хорошо, тогда я пока закончу это видео. Следующее видео я хочу сделать, как посылать посылку, если у вас уже что-то продалось. Спасибо за внимание. Также подписывайтесь на мой канал. У нас есть и блоги, и семейные. И немножко видео о нашей жизни. Также я планирую записывать видео по продаже на eBay, если вам интересно. И также наши поездки ближайшие. Хочу записать, куда мы поедем, наши путешествия. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok